Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Просто о Велии» и ведущий про Таире Иоанн Мохов. В нашей передаче мы говорим простыми словами о православной вере. Мы касаемся разных тем. Иногда бывают более легкие, бывают сложные, тяжелые. Вот сегодня одна из самых непростых тем, которых мы коснемся, это болезнь. Понимание болезни в церкви, отношение к болезни, состояние человека в таком положении непростом. Об этом мы будем говорить в нашей передаче. Сегодня у нас православный эксперт в нашей студии, отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий, здравствуйте! Здравствуйте, отец Иоанн, здравствуйте, дорогие зрители! Отец Сергий, ну вот, коснувшись уже с самого начала, тема болезнь, она иногда у нас ассоциируется со словом «смерть». Болезнь ассоциируется со словом «наказание». Вот даже у нас такая пословица существует, пока гром не глянет, мужик не перекрестится, но пришла болезнь, давай начинаем молиться. То есть до этого почему-то как-то человек усложен, себя подвигнут на то, чтобы предстать и встать перед Богом. Вспоминается Ветхий Завет, когда Господь кого-то призывает, там интересные такие вот есть, ну просто, может быть, грубо скажу, стереотип такой некий, пророк какой-то или праведник, он говорит «вот я, Господи». То есть человек, как вот в армии, раз встал, подъем, все встали, вот он тоже встает, вот я, Господи, себя встает перед Богом. Почему у нас себя поставить перед Богом надо только в самой крайне сложной обстановке? Это вообще просто не относится даже пока к теме нашей передачи. Вот почему вот так вот часто на Руси бывает, пока вот гром вот не глянул, во церковленности мало? Да, я думаю, что это черта не только русского народа, русского человека. Просто русский народ грамотно это в одной фразе, пословице, поговорке взял и высказал. А так, в принципе, это можно так сказать, что пока гром не грянет, человек не перекрестится. То есть действительно, к сожалению, это мы сейчас наблюдаем в современном обществе, высококвалифицированные потребители. И пока мне от Бога ничего не нужно, я к нему и не иду. Вот, поэтому и некоторые святые в том числе говорили, что высшее наказание от Бога – это абсолютное безмятежие в богатстве, в довольстве и так далее. Потому что высшее наказание. В этой ситуации человек не думает вообще о Боге, о душе, и ему нечего просить у Бога. Господь прекрасно знает нашу эту потребительскую черту, потому иногда посещает людей болезнями, чтобы вот иногда о себе таким образом напомнить. Потому что, как мы знаем в Священном Писании, Господь каждому хочет спастись. Вот, поэтому используют весь арсенал для того, чтобы человека к чему-то сподвигнуть, встряхнуть его, или, может быть, такую аналогию провести. На приборе, который показывает биение сердца, прямая линия означает, что сердце остановилось. И для того, чтобы сердце завести, иногда через это сердце пропускает электрический ток. Кто назовет врача немилосердным в этот момент? Вот Господь иногда электрический ток пропускает через наше сердце посредством скорбей, болезней, для того, чтобы это сердце вдруг начало биться. И человек начал как-то очень трезво и внимательно смотреть на жизнь. А где Сергей, вот как никому вам и другим вообще священникам, знакомо то, что приходят люди встревоженные, со слезами на глазах, порой, с просьбой о помощи. Ну, если, скажем так, медицина не может помочь, или, может быть, даже до медицины не дошло, что-то случилось, человек, вот он, скажем, проснулся, уколы какие-то в сердце пошли, там, может, электрический разряд. Скажем так, он приходит в храм. Священник нужен сразу. Надо с ним поговорить, надо высказать, надо высказать все, вылить всю свою боль, разделить. И вот священник, он, соответственно, там принимает какие-то меры. Насколько легко? Священник, понятно, вот проходит какое-то время образование в семинаре, его учат служить. Но в той же самой семинаре, так сказать, там же нет отдельного, скажем, предмета, соболезнования, значит, несчастному. Насколько легко или насколько сложно священнику вот в тот момент, когда люди приходят какими-то скорбями, принимать его? Вот. Существуют готовые какие-то шаблоны, сказать, там, молись, крестись. Или человек, который, скажем, пришел священнику, должен принять вообще как? Вот священнику как быть? Ну вот при упоминании, да, о том, что говорят священники, иногда важно не то, что они говорят, а то, как они говорят. Иногда и молись, пастись, можно сказать, неотрешенно. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, замечательный пастырь наших дней, вот, он, например, в одном из писем тоже болезнующей и скорбящей женщине написал, «Я пишу тебе молись, а что я могу тебе еще написать, как православный священник?» Потому что вот именно, собственно, в молитве ты будешь находить и утешение, и укрепление. И болезнь, может, не уйдет, но ты почувствуешь, как Христос встал под крест твоей болезни. Поэтому здесь вот по-разному можно сказать. Можно сказать, в пяти минутах и человек уйдет утешенным. Безусловно, это сложно. Это сложно не только потому, что к тебе приходит большое количество болящих, а сложность начинается гораздо раньше, когда ты не прошел через горнило болезни, когда ты сам не болел или не болеешь, а тут приходит тебе человек и расписывается в смертном приговоре, в смертном диагнозе, который ему поставили врачи, крайне сложно войти в это положение. Поэтому сочувствие, оно иногда выражается и просто в молчании, когда ты просто выдыхаешь вместе с болящим его скорбью. А самое интересное, что получает даже в этом выдохе, вздохе, получает некое утешение. Потому что, наверное, здесь мы должны поставить такую запятую или точку с запятой. Утешает и укрепляет не священник, а Господь. Потому что через священника человек пытается именно к Богу прийти. То есть он через общение со священником пытается получить ответ от Бога, а не от человека. Вот если человек, опять-таки, приходит именно с вопросом к Богу, а не к священнику, он получает утешение независимо от того, что священник ему скажет. Отец Сергий, коснемся того, о чем было заявлено в заголовке. Вообще, в самом-то себе болезнь, как должна рассматриваться человеком православным? Потому что в обществе часто мы действительно слышим болезнь как фактический приговор. А вообще вот в церкви. Потому что сталкиваемся вообще с некой такой даже полярностью. Потому что кто-то говорит, вот болезнь – наказание Божие. Кто-то говорит, что болезнь, ну, Бог посетил, вроде, слава Богу-то даже за это. Некоторые святые даже просили себе болезни, вот, это кажется для современного человека неким безумием. Ну, как береги добровольные, там, конечно, болезнь, да потяжелее. Отношение какое должно быть к болезни? Отношение к болезни, как и ко всему, наверное, что окружает человека, должно быть трезвое. Вот, причем трезвое здесь имеется в виду не в том плане, что я должен быть не под алкогольными и прочими наркотическими препаратами. А трезвое – значение взвешенное, внимательное, вдумчивое и рассудительное. Болезнь нельзя рассматривать, на мой взгляд, как явление с какой-то долей категоричности. Все, вот, болезнь – это наказание, тебе за грехи твои дано. Ну, извините, открываем Евангелие, читаем и находим, что, оказывается, была категория людей, которым болезнь посовывалась вообще не за грехи. Вспомним исцеление расслабленного. Кто согрешил, спрашивают апостолы, он или родители его? Не согрешил ни он, ни родители его, но болезнь апостола, чтобы явить на нем славу Божию. Поэтому нельзя категорически тут вот заявлять наказание или посещение, хотя если рассмотреть этимологию слова «наказание», то мы увидим, что здесь нету противоречия. Наказание в значении наказ, не в значении того, что Господь мстителен, «вот ты мне не молишься, вот на, получай тебе по голове». Очень антропоморфное представление о Боге, когда мы о Боге судим со своих представлений о любви, о прощении, о милости и так далее. Господь любит нас гораздо больше, чем мы умеем любить. Поэтому наказание в значении наказ. Кого люблю, того наказую, то есть, кого люблю, тому показываю, как правильно жить. Христианское отношение к болезни, я думаю, заключается в трезвом и, еще раз повторюсь, рассудителем отношении к ней. Болезнь есть такая таблетка. Таблетка от Бога для врачевания, прежде всего, каких-то очень важных душевных недугов. Иногда это бывают даже недуги не в том, что в плане, что вот есть какие-то грехи и страсти. Человек-алкоголик, вот раз у него там печень начинает болеть, или там чревоугодник у него с желудком начинает маяться. Вот, а иногда бывает недуга в значении недостатка, да, какого-то. То есть, не хватает смирения. Господь посредством болезни пытается этому смирению человека научить. Горделив, привык все сам в этой жизни и отталкивает любую руку, протянутую ему в качестве помощи. А вот Господь посылает какую-то болезнь, и человек становится таким расслабленным и нуждается в руках другого человека. И он уже начинает вот как бы этот опыт новый для себя приобретать. То есть, болезнь, так же, как и смерть, это закон этой жизни. Все болеют, все умирают. Энтропия такая внутренняя, да, то есть мы распадаемся, распадаемся на некие составы. Поэтому болезни не избежит никто. Вот, болезнью, с болезнью столкнутся все. И миряне, и священники, и святые, и несвятые. Вот, важно то, как я к этой болезни отнесусь. Возблагодарю ли я за нее? И вот отца Иоанна Кристианкина мы вспомнили. Он одному из сестричеств московских давал такой наказ. Вы, то есть сестры милосердия, которые ухаживают за больными, вы должны главному научить болящего, который придет к вам. Он должен научить любить свою болезнь. То есть он должен не смаковать страдания, что я самый несчастный и на этом сосредоточный. Но он должен уметь принять некий промысел Божий о себе, что, видимо, эта болезнь мне для чего-то нужна. И здесь очень важно правильно задавать вопросы. Не за что я, а почему мне, а для чего. Вот если человек будет правильный вопрос задавать, то он увидит от Бога опять-таки эти важные ответы. Что, видимо, болезнь мне необходима для приобретения какого-то важного духовного опыта. Отец Сергий, ну вот коснувшись того, что опыт духовный, конечно, дай Бог принять и понять, мы касаемся того, что получается так, что в жизни болеют все. Вот и маленькие дети, как бы, казалось бы, и невинные существа совершенно без века, и очень взрослые люди. Если коснулось болезнь дитя, вот, сегодня вот опять же такой момент, кто-то многодетные родители, да, ну, один даже ребенок в семье, часто сталкиваемся с тем, что посещаем поликлиники, а может даже и больницы, видим, что порой переполнено все болящими, там, соответственно, ну, детские больницы, детские. Соответственно, голоса мы слышим плачущие, там, стревоженные, видим родителей. Больницы для взрослых, там, взрослые люди, очереди. Сегодня очень много больных, вообще очень много больных. Вот болезнь, как-то она касается разных людей. Мы понимаем, что научить всех переносить правильную болезнь сложно. Но вот вопрос еще такого плана, вот, если мы будем молиться друг за друга, будем, ну, как-то некий совет, так сказать, помолиться друг за друга, насколько, скажем, ну, иметь будет это значение для общества сегодня? Научиться молиться за болящих. Как можно вообще с кого начать? Вот научиться за ребенка молиться или за родителей? Как можно прийти к помощи? Да, очень глубокий вопрос. Да, очень глубокий вопрос. Потому что вот это еще, вот, в подтверждении того, о чем я говорил, о том, что болезнь – явление многогранное. Иногда нам кажется, что болезнь посылается, вот, например, этому ребенку. А болезнь посылается вовсе не ребенку. Да, ребенок страдает, но в данной ситуации страдание ребенка, болезнь ребенка, есть некий фон, на котором развивается, так или иначе, жизнь его родителей. Вот. То есть болезнь иногда бывает, и даже, может быть, не иногда, она послана, вот, действительно, обществу, собранию, для того, чтобы вокруг болящего людей объединить. Вот есть замечательное таинство в церкви соборования, когда приходит в храм болящий, и над ним по уставу, и, ну, по возможности, если есть такая возможность, собираются семь священников, народ, и возлагают на него руки, и молятся о его выздоровлении. И это, конечно же, рождает то, ради чего, собственно говоря, мы в мир и посланы. Мы посланы, по мысли некоторых святых отцов, спасаться соборно, вместе спасаться. Поэтому болезнь не послана одному этому человеку. И в тот момент, как раз, когда он остается одиноким, наверное, этот крест нести нестерпимо тяжелее. Потому что, вроде бы, болезнь не усиливается, болезнь, она статична, ты как вот пьешь и пьешь эти таблетки, но страдание увеличивается от того, что ты одинок в этой болезни. То есть рядом с тобой нет никого. То есть никто, то что молитва, это ведь проявление проявление этой самой эмпатии, сочувствия, когда я готов, если не имею сил помочь физически, материально, то я хотя бы встану под крест этой болезни вместе с тобой в молитве. Вот. Если этого у человека нет, то он испытывает колоссальное, нестерпимое одиночество. Противоестественное, надо сказать, состояние для любого человека. Оно усугубляет даже простуду. То есть мы можем простыть, лежать, хворать. Никогда никто не позвонит, не спросит, как ты. Когда никто не скажет, я просто за тебя помолюсь о твоем выздоровлении. А вот в этом колоссальном одиночестве человек остается один на один, то даже насморк будет нестерпим, тяжело нести. Дядя Сергеевна, ну вот коснулись мы, скажем, людей, общества. А что делать, если священник заболел? Да, священнику, безусловно, священник находится в таком пограничном состоянии. Одновременно он должен людей приводить не к себе, а ко Христу. А это значит, что он на любом этапе должен уметь расстаться со своим духовным чадом. Так же, как это делает учитель в школе. Да, выпустить его в серьезную жизнь и пустить его, быть самостоятельным на этом пути. С другой стороны, все то, что привносится в церковь, ложится, безусловно, на плечи священника. Исповедовать, вот мы, Коля, уже говорили о том, что тяжело воспринимать человека болящего, скорбящего. Не менее тяжело вообще воспринимать исповедующегося. Особенно если он не понимает сути исповеди, и вот приходится вот как-то пробираться, продираться сквозь это все. Поэтому, безусловно, священнику крайне тяжело в этом пограничном состоянии. Болеют и священники печально. Но факт. Поэтому в данной ситуации у апостола Павла есть рекомендация. Она звучит очень четко. И каким-то таким набатом для мирян, которые привыкли только брать от церкви. И не привыкшие отдавать церкви, что бы то ни было. Здесь речь идет не о деньгах, когда мы в кружку что-то кладем. И поминайте наставников ваших. То есть это заповедь, которую сейчас почему-то очень сложно воспринимают современные христиане. То есть мы пришли в церковь, мы должны получить от церкви бесплатное исповедь, бесплатное причастие, бесплатную консультацию батюшки, поговорить с ним, излить, выплакать в жилетку, повесить на него, может быть, некие там свои скорби. И поблагодарить, что выслушал, развернуться, уйти. И дальше, что происходит с этим священником, что происходит с этим приходом, что происходит с храмом. Очень часто бывает так, что это мало кого волнует. Поэтому, конечно, когда вот, дорогие братья и сестры, приходите в храм, помните, что перед вами в том числе человек живой, который может сталкиваться и с болезнью, и со скорбью. И жалость к священнику должна проявляться не в том, что я не буду там что-то договаривать, или я теперь вообще к нему не буду подходить, а просто вот уходя из храма или находясь в храме, молитесь за ваших наставников, за священников, которые вам имеют попечение о ваших душах. Думаю, так. Ну вот, к концу передачи уже временно заканчивается. Я бы хотел тоже подвести информацию такую для всех наших телезрителей, что священники, обычные люди, такие же, как мы с вами, тоже болеют. Вот один из священников нашей Самарской епархии достаточно тяжело болеет, и мы бы хотели вместе с отцом Сергием просить ваших святых молитв. Вот настоятель храма святой мученицы Татьяны, отец Алексей Богородцев, вот он тяжело болеет. Вот, если вы можете помолиться о нем, вот, это будет очень важно для вас, для нас, и для него, это будет, ну, на самом деле, это насущная необходимость. Потому что, как мы сказали уже с отцом Сергием, мы сталкиваемся часто с тем, что свое надо, а чужое я видеть не хочу. Сетя Сергий, спасибо за ответы на вопросы, которые прозвучали. Дорогие братья и сестры, хочу к вам по Акерас обратиться с тем, чтобы мы не забывали вот эти замечательные, очень важные слова святого апостола Павла «Поминайте наставника вашего». Здесь, мои дорогие, все вспоминается. И священник, который на приходе служит, которого вы знаете, некоторые пишут, вот это мой духовный отец, ну, молитесь тогда за него. Это подразумевает, что мы должны вспоминать главу нашей Самарской епархии, мы должны вспоминать главу Русской Православной Церкви, потому что это связь. Это тоже те же самые люди, которые входят в тело Христова, где глава и сам Христос в Церкви, да, и поэтому давайте будем об этом помнить. Те сюжеты, которые у нас сегодня в передаче были, они связаны непосредственно вот как раз с отцом Алексеем Богородцевым. Вы видите, как отвечают на вопросы его прихожане, любят они его. И любовь наша, она не должна ограничиваться одним приходом. Мы на разных приходах должны и молиться, и не забывать других священников. Поэтому прошу ваших святых молитв о болящем протерея Алексея, чтобы Господь через наше усердие духовное подал ему физическое исцеление от болезни. Храни вас всех, Господь, и дай Бог, чтобы у нас у всех было крепкое духовное и телесное здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова